здравствуйте друзья я отвечаю на вопрос сегодня меняют ли иммигранты лицо америки с какой скоростью и в каком направлении надо сказать что иммигранты всегда меняли лицо тех стран в которые они мигрируют вот как-то я шел там по мюнхену например и смотришь а там полно таких уходят женщин в платках такой видимо турчанки я так понимаю но но как бы совершенно такой мусульманский явно такой мусульманском мусульманской внешности смысле одежды да вот они там ходят по германии сильно ли изменилось лицо германии очень сильно изменилось лицо германии шел я по торонто например а там посреди в даунтауне примерно тоже такая картина только они там не из турции а еще откуда-то и вот стоят такие настоящие маджахеды такие бороденками одеты так вот и там бесплатно коран раздают написано free коран и так раздают а вид такой как будто сейчас горло перележут поэтому конечно иммигранты меняют другое дело что есть иммигранты как бы резко выделяющиеся внешне а есть такие что не очень ну допустим если допустим поляк переселился в австрию да то никто и не заметит там что какой-то иммигрант что-то сильно там изменил вот а допустим если люди другой внешности расы какой-то такой там одежды до манеры одеваться и так далее переселиться конечно поэтому америка в этом смысле она не просто изменена иммигрантами она в общем-то создана иммигрантами и они не то что приезжают и меняют чего-то они просто вливаются в то что есть и все это вместе вот это вот плавильный котел ну конечно если если в плавильный котел добавлять какие-то компоненты соответственно результат сплав вот этот он будет меняться там по составу теперь зависит сильно от местности где вы живете в соединенных штатах потому что куда-то есть такой приток новой крови а куда-то нет притока приток новой крови идет туда где много работы соответственно это большие города это нью-йорк это чикаго там абсолютно абсолютно любые я не хочу сказать что там два или пять может быть их 125 но просто вот движется я как-то видел карту изменения во времени значит карта сша и как она меняется во времени с точки зрения мест где проживают латинос и вот смотришь она сначала как-то вот было в южных штатах там калифорния техас аризона потом севернее еще севернее еще севернее и сейчас уже смотришь там и в чикаго и в сиэтле и там нью-джорси и где угодно люди движутся туда где работа тем более новый иммигрант он же не может как бы жить в доме который оставил там дедушка который сто лет назад там его построил матюнишь такой возможности нет начал делить туда где можно заработать на жизнь снять корни пустить и так далее меняется ли лицо америки если вы посмотрим вообще на историю съемных штатов то там было последовательно много волн иммиграции и каждая из них по мнению современников сильно меняла лицо страны и как бы в худшую сторону вот те первые которые там приехали которые в основном были люди это были протестанты из англии и германии так вот дальше как-то вот значит вместо идейных стали подъезжать люди просто которым хотелось ну где-то заработать вот приезжали люди из бедных стран европы например в канаде вы увидите там большая была украинская миграция еще до того вот в период безземельного крестьянства вот они там кто-то ехал сибирь осваивать и дальний восток а кто-то ехал вот в канаду и то есть ехали люди в силу экономических каких-то причин не в силу и политических то есть идейная иммиграция то есть когда протестанты убегали от католиков и притеснений со стороны католиков значит вот пошла без идейная иммиграция просто заработать там кусок хлеба а потом они как-то переваривались в этом козле и следующая волна приезжала дырой но прийти боже и в какое-то время практически страна мне не впускала католиков вот это вот основа ее создание это протестное движение да вот протестанты такая как каламбур получился протестанты выезжали и в страну не пускали католиков приток католиков начался на буквально там сто лет назад 120 лет назад когда вдруг массово поехали итальянцы ирландцы поляки вот вдруг ну и соответственно конечно латинос там подходили из южной центральной америки из мексики это отдельный поток но их не было и вдруг как рвануло да плюс еще еврейская иммиграция начала там но конец девятнадцатого века начало двадцатого там когда несколько миллионов евреев они еще внешне отличаются дать об этих костюмах это верующие были ходили вот в этих лапсердаках там со шляпами спейсами говорили на наидишь и их не называли русскими хотя не говорили по-русски в то время не говорили наидишь и страна вздрогнула так что на много лет заморозилась иммиграция в начале двадцатых сказали что ребята иммиграция кажется все замечательно но страна меняется такими темпами мы уже сами на себя перестали быть похожи мы так не можем и вот с начала двадцатых годов вплоть до окончания второй мировой войны вот эти 20 лет значит ушли на то чтобы переварить ту иммиграцию которая уже была изменила ли она страну абсолютно очень-очень изменила и каждая из этих групп она очень сильно добавила к культуре к экономике ко всему и поляки и ирландцы и итальянцы и евреи конечно все все очень сильно добавили смешались перемешались вот этот клубок невероятный сейчас соединенных штатах примерно четверть населения католики это произошло там за сто лет так что когда президента кеннеди избирали президентом никто не верил что его выберут потому что он католик он из ирландских кровей и и как как это католик слушать это было господи прошло там сколько 65 лет значит как это католик может быть президентом соединенных штатах вы чего а вот пожалуйста был первым потом пошли другие я там были после него еще тоже картер вот католик был тут значит поэтому меняется из последних событий вот реформа середины 60-х иммиграционная реформа середины 60-х движком который был брат президента кеннеди еще молодой был мужик совсем заводной и они тогда демократы провели реформу благодаря которой вот соединенные штаты сегодня такие как они есть то есть они дискриминирующую систему которая расставляла иммигрантов по категориям желательности то есть тогда сначала там скандинавы потом там центры ну англичане скандинавы потом значит центральная южная европа так поплоше потом уже там совсем евреи азиаты вот там еще что то вот она так вот иммиграция выстраивалась по этому принципу и они заменили ее на эмиграцию семейную как как мы его имеем ее сейчас вот вот она тогда была 50 лет на 50 лет прошло вот они ее построили за это время приехала вот представьте что страна с населением в там в 300 я не знаю сколько там последние цифры допустим 320 330 миллионов человек 100 миллионов человек за эти 50 лет 100 миллионов человек эмигрировали и они тогда когда реформу делали они прогноз там какой-то у них было не говорит но вот из индии ожидается полторы тысячи в год знаете так что изменила ли иммиграция очень-очень изменила и вот с тех пор миллионы людей миллионы там из вьетнама миллионы из индии миллионы из бывшего ссср миллионы из мексики миллионы и вот так она конечно очень сильно меняет и лицо страны и способствует развитию экономики и это как бы хорошая кровь то есть люди хотят работать и хотят построить какую-то такую жизнь свою из для ответ для этого нужно опять много работает нужно учиться нужно детям дать возможности конечно иммиграция это очень положительная вещь для страны и и не только экономически на самом деле и в в моральном плане тоже потому что в плохую страну люди не иммигрируют я уже не говоря о том чтобы они там на лодках там в океан выходили из каких-то диктаторских там я не знаю стран чтобы их там корабли подбирали и они становятся беженцами я даже не беру такой экстрим но тем не менее люди люди со всего мира в большей или меньшей степени пробираются кто легально кто нелегально кто через границу там через эту несчастную рио гранде там со шмотками над головой значит там переправляются потому что это это же не только экономическая возможность это это возможность политическая это возможность свободы свобода дорогое слово за тех кто понимает о чем речь рабу свобода не нужна он наслаждается своим рабством вот а как бы ему хорошо он присмотренный там есть вот хозяин его можно вырезать там можно услужить и так далее а человек свободный его не хочет в рабстве жить поэтому люди которые живут в соединенных штатах они видят постоянно видит приток людей которые едут которые работают которые пашут которые потихоньку осваиваются становятся на ноги покупают какое-то жилье у них выучиваются дети становятся инженерами врачами адвокатами и это это невероятный процесс и этого на наших глазах тоже много происходит вот за четверть века которая здесь живу я могу сказать что я видел например как буквально из ничего вот как птица феникс там из пепла индийская эмиграция из индии мы когда сюда приехали тут и народу было из индии меньше чем русских хотя русских было совсем мало а тем было вот еще меньше вот и вдруг там тысячами десятками тысяч сотнями тысяч по рабочим визам лет наверное 5-6 назад вдруг буквально в течение нескольких месяцев кремниевая долина изменилась из-за того что вот эти вот жены программистов индийских начали получать разрешение на работу процесс тормознулся очень сильно из-за 11 сентября когда лет на 6 на 7 на 8 что-то вообще все встало и вдруг массово пачками они стали получать разрешение на работу и ты не видишь по человеку есть у него разрешение на работу или нет но ты вдруг видишь что старбаксе бах там стоит индийская девочка там продает в аптеке стоит индийская женщина там что-то на прилавка и вдруг ты видишь что стало много-много людей абсолютно во всех вот местах куда можно прийти ты вдруг видишь работают выходцы из индии это так знаете так быстро произошло и так массово что невозможно было не заметить даже где-то специально там как-то не присматриваешься но все равно это было прям баба так что я уже не говорю про там рестораны да то есть когда ты идешь там у тебя и такая еда и сика и еда и там из азиатских стран то может быть пяток разных я уж не бою там и про индию и и и тут же тебе греческая тут же тебе польская тут же тебе ездят там ирландские там пап какой и так далее то есть вот это вот многообразие культур народов все присутствует очень заметно так что она адаптируется под америку вот например русский ресторан например в кремниевой долине это не то же самое что русский ресторан там вот скажем в россии да потому что здесь нет столько людей которые могли бы позволить выжить этому ресторану если он будет аутентично русскую еду там обслуживать этой едой потому что американец такого кушать не станет там надо чтобы там было выхолощено смысле жира холестерола там и так далее более здоровая пища я не потихонечку свое меню приспосаблю то же самое с индусом если этот ресторан индийский и он на своих рассчитан то это одна история но очень много стало таких которые на всех работают на всю особенно китайцы вьетнамцы тайцы они очень сильно как бы работают на на всех остальных поэтому ты там такого не найдешь аутентичного которое кроме местных никто ну смысле там уж них никто есть не станет так что все это вот действительно выплавляется добавляется к к общему такому этому котлу я считаю что как быстро меня спросить я считаю что в лучшую сторону происходит и это не то что я так считаю прождяем иммигранты потому что я как бы один из тех кто воспользовался можно сказать возможностями этого плана но я когда с американцами разговариваю они все которых я видел и с которыми говорил на эту тему при том что есть проблемы и проблемы эти очевидны и там об этом даже речи нет но они очень ну как бы сказать одобряют и поддерживают чего американцы не любят они не любят нарушение законов они не любят нелегального они не любят когда люди переходят границу там семьями садятся на вэлфер на всякие бенефиты они как бы пришли не для того чтобы сделать эту страну лучше а пришли для того чтобы воспользоваться чужим трудом не давая ничего взамен и плюс нарушение закона вот это вот сам факт нарушения закона не хорошо знаете поэтому все проблемы которые есть с иммиграции здесь у людей это проблемы нелегальные миграции проблемы нарушения законов проблема того что через границу идут люди она не закрыта и вот вот на этом уровне а так в целом до меняет до меняет здорово до меняет очень быстро и и в общем-то общество в целом к этому очень-очень хорошо относится так как бы я сказал все ребята счастливо и доработать